Всем здравствуйте! В эфире про хоккей на телеканале «Губерния». Смотрите сегодня в выпуске. Есть к чему стремиться. Амурские тигры завершили тяжелейший сезон и не смогли пробиться в плей-офф. О проблемах и перспективах на будущее расскажем сегодня. Защитник Товгай, тренер Александр Юдин провел мастер-класс для юных хоккеистов. Урок от профессионалов в нашем специальном репортаже. Золотые тигры. Игроки Амура стали победителями всемирной зимней универсиады в Красноярске. Об этом и не только. Узнаете сегодня в телепроекте про хоккей на канале «Губерния». Начинаем с отличных новостей. Трое игроков Амура стали победителями всемирной универсиады, которая проходила в Красноярске. Игорь Уденков, Никита Камалов и Евгений Киселев в Хабаровск привезут золото хоккейного турнира зимних студенческих игр. В финале сборная России обыграла команду Словакии. На универсиаде в Красноярске сборная России по хоккей считалась безоговорочным лидером и действительно соответствовала этому званию. На пути к финалу национальная команда не проиграла ни одного матча. На групповом этапе были повержены сборные Словакии, Японии, Венгрии и Чехии. В полуфинале команда России разгромила студенческую сборную Канады и в финале снова встретилась со Словаками, которых обыграли со счетом 2-1. Стоит отметить, что капитаном сборной России на универсиаде был нападающий Амура Игорь Руденков. Он же стал одним из самых результативных игроков сборной. Также золото заслуженно получил защитник Никита Камалов и вратарь Евгений Киселев. Амурские тигры завершили регулярный чемпионат МХЛ на 12-м месте с западной конференции и не сумели пробиться в розыгрыш Кубка Харламова. Подведем итоги сезона вместе с руководством команды и хоккеистами. О проблемах и планах на будущее – наш подробный репортаж. Амурские тигры впервые тренируются на родном льду Платинум-арены после завершения регулярного чемпионата МХЛ. По давней традиции, сегодня команда разыгрывает так называемый Кубок Буратино. Он достанется тому, кто хуже всех проявит себя в серии булитов. Деревянный трофей в итоге достался Александру Копиенко. Что касается Кубка Харламова, то за него в этом сезоне амурским тиграм побороться не получилось. Регулярный чемпионат хабаровская молодежка завершила на 12-м месте западной конференции, где уровень конкуренции между командами максимально высок. Тем не менее, молодые тигры по ходу сезона не раз выдавали затяжные серии побед и обыгрывали лидеров чемпионата. Я не скажу, что это совсем провальный сезон. Мы играли неплохо, у нас временами были хорошие моменты, но основной цельный сезон мы не выполнили. Я думаю, по сравнению с тем годом, мы немножко подросли в классе. Тем более, игроков у нас набирают из разных регионов России. И чтобы сыгрываться, нужно какое-то время. Я думаю, более-менее достойно провели, но, конечно, могли бы и лучше. Одна из называемых причин, по которой амурские тигры не попали в плей-офф в этом сезоне – недостаток нападающих. Команда потеряла Германа Волошина, Матвея Заседу и Дениса Недилько. По ходу чемпионата тиграм пришлось перестроиться и перейти к оборонительному хоккею. Я думаю, что где-то в этом моменте получилось, а реализация именно голов и каких-то моментов в этом у нас, конечно, элементе хромает ситуация. Игроки обороны в ряде матчей действительно работали на уровню. Плюс ко всему, на последнем рубеже команду выручал вратарь Григорий Колупаев. И где-то тиграм банально не везло с реализацией собственных моментов у ворот соперника. Задача не выполнена, которая стояла перед сезоном. Но тем не менее, по самому сезону можно сказать, что многие игры мы проиграли в одну шайбочку, где-то в овертайме, где-то в прогулите. Сезон завершен, но работа с молодежной командой продолжается. Руководству предстоит просмотр перспективных игроков из числа юниоров, которые в этом сезоне показывают отличные результаты в первенстве России. С числа, наверное, 15-го планируем посмотреть игроков с юниорской команды. Я думаю, что человека 3-4 мы пригласим на сборы на следующий сезон. Основные сборы к следующему чемпионату молодежной хоккейной лиги «Амурские тигры» начнут в июле. Главным тренером команды остается Андрей Киселев. В Хабаровске завершился турнир памяти именитого тренера Василия Познякова. Традиционно в играх принимают участие любители и спортсмены, которые уже завершили игровые карьеры, но все еще в строю и способны показать красивый хоккей. 23-й турнир памяти легендарного для хабаровского хоккея тренера Василия Ивановича Познякова проходил на льду платинум арены. Главный трофей достался команде «Тигра Амура», основу которой составили именитые ветераны дальневосточного хоккея. Соперничали с «Тиграми» представители любительского ветеранского хоккея Дальнего Востока, команды «Барс» из Приморья, «Темп» из Амурской области и «Альфа» из Хабаровска. Две последние, уступив в полуфиналах, боролись за бронзовые медали в очном противостоянии. Гости из Благовещенска, несмотря на короткую скамейку и приличный темп, добились успеха – 6-3. Финальный матч стал противостоянием команд с кошачьим образом на груди. Опытные и более мастеровитые «Тигры Амура» логично взяли верх над «Барсами». Заброшенные шайбы были на любой вкус от разных игроков. Взятием ворот у «Тигров» отметились в том числе Юрий Фемин, Андрей Киселев, Михаил Переязлов, Алексей Маркин, Вадим Покатило и Александр Кацуба. Опыт становится бесценным, если его передавать новичкам. Так, хоккеисты Амура и специалисты тренерского штаба регулярно проводят мастер-классы для воспитанников хоккейной школы. В этот раз занятие было посвящено отработке паса. Тренировка проходила под руководством Александра Юдина, а помогали ему Кирилл Рассказов и Бату Гиндунов. Я нервничаю немного, руки трясутся. Все-таки ребята классные, так что хочется хорошо все показать. Свисток и Александр Юдин указывает на ошибки, при этом сохраняя титаническое самообладание. Все-таки на льду не соперники, ученики, воспитанники Центра развития хоккея Амур. А ведь именно соперников на льду Юдин мог уложить, как говорится, одной левой. Его официальное игровое амплуа «Защитник» – неофициальное «Товгай». Комментаторы даже шутили, что под его натиском в коньках не устояли бы даже Тайсон с Кличко. Бои в прошлом, а оставшийся запал направляет на обучение. Александр Юдин силен в тактике и стратегии хоккея. Это как безруков, я горю на работе. Это нормальное состояние, допустим, безруков там горит. Это не значит, что я нахожусь на своей работе, любимой, которую готов делать и ночью, и утром. Поэтому просто надо отдавать сердце, душу, и тогда все получится. Потому что новое упражнение даже тяжелое для мастеров. Мастер-класс «Именитый тренер» решил посвятить длинному пасу. По его мнению, это тяжелый, но очень действенный прием. Даже профессионалы, зачастую пренебрегая им, допускают ошибки. Мне нравится, что мы отдаем длинные передачи, что к нам пришли игроки Амур. Вижу себя такими же сильными, как и они, и такими же быстрыми. Чем тебя привлекает хоккей? Ну, потому что тут нужны силы, нужно хорошо думать, нужно сильным быть, нужно сильные пасы отдавать. За тренировкой с трибун пристально следят родители юных хоккеистов. Мастер-классом они довольны. Рассказывают, что после встреч с наставниками и игроками «Основы Амура» и «Амурских тигров» у детей горят глаза. Просто когда ребенок видит и рядышком, а еще лучше, если выполняет вместе с ребятами, которые вот здесь на две головы повыше, то было бы, конечно, мне кажется, более эффективно. Откуда у вас такие познания о хоккее? Слушайте, у меня сын четвертый год уже красавец. Катается, уже можно все выучить, как конек ставить, как на ребро, как что, где обмануть, где пас отдать. Вы еще супругу не спросили, уже тренировать может. Завершив тренировку, гости хоккейной школы раздали автографы юным спортсменам. И, конечно, на память общее фото. И на сегодня это все. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Губерния». Смотрите про хоккей и любите хоккей. Всем до свидания.